Депутат Государственной Думы России Виталий Бахметьев проводит в Магнитогорске региональную рабочую неделю. График обещает быть насыщенным, несмотря на пандемию. Правда, живое общение преимущественно переместилось в режим онлайн. Так, накануне у депутата состоялась видеоконференция с руководством Верхнеуральского района. Подобный формат заседаний мера вынужденная. И по словам Виталия Бахметьева, живого общения он заменить не может. Однако, многие вопросы можно решить даже в онлайн-режиме. На этот раз на связь с депутатом Государственной Думы вышло руководство Верхнеуральского района, его непосредственные глава, главы поселений, представители собрания депутатов. Они обсудили с Виталием Бахметьевым изменения, которые сейчас происходят в законодательстве. Так, ряд инициатив, которые уже давно обсуждаются в обществе, теперь наконец внедрены. Например, прогрессивная шкала налогообложения. Теперь НДФЛ на доход свыше 5 миллионов составляет 15%, а не 13. Увеличение ставки НДФЛ до 15% свыше 5 миллионов рублей. Куда пойдут деньги? 2% плюсом. Куда пойдут деньги? Ну, понятно, что НДФЛ деньги региональные, деньги муниципальные. Все эти 2% пойдут на лечение детей, заболевшими редкими заболеваниями. Также Виталий Бахметьев рассказал о своей работе в Государственной Думе. Он входит в Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному производству и предпринимательству. По словам депутата, есть перечень вопросов, которые особенно актуальны для регионов. Например, межбюджетные отношения. Одни датируют регион, регион датирует муниципалитеты. В результате крайне муниципалитет. Потребность сегодня есть по 31 закону федеральному, а финансовых ресурсов не хватает. Вот эта тема пока остается для нас очень серьезная для муниципальных образований. Вчера вот мы эту тему обсуждали. Основным же в повестке стал вопрос вывоза мусора из городов района. Местным предпринимателям рекомендовано заключать договоры с ЦКС на вывоз отходов по мере накопления, не захламлять муниципальные контейнерные площадки. Отметим, подобный формат встреч будет продолжен. Так, 4 декабря Виталий Бахметьев будет проводить онлайн-прием граждан по вопросам здравоохранения в период пандемии. Павел Бресенев, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.